Внедорожник протаранил неприметный в темноте ИСТ. Водитель хэтчбека пострадал, но после оказания медицинской помощи предпочел остаться на месте и дожидаться автоинспекторов. Водитель Lexus GX460 едет по делам. Он двигается с Золотого моста, проезжает по туннелю и направляется на разворот в сторону фуникулера. Первые два ряда от голубины поди заняты. По первому ряду шло два автобуса, по второму легковые машины. Ну естественно шел по третьему ряду вот здесь. И вот он поворот. Тут не разгонишься как бы особо, тупой почти поворот. И получилась ситуация такая, что человек умер. Не знак аварийной остановки не было. Ну вообще даже фары были выключены. Оказалось ИСТ остановился здесь ненамеренно. Он двигался по направлению кольцу фуникулера, когда двигатель перестал работать. Он там повернул, там заглох у него машина и все. Пытался завести, не завелся и сзади удар. Минут три прошел и сзади удар. А почему он аварийки не включил? Даже он не успел. Он думал заведется. Не успел выйти там. Хозяин Тойоты не был пристегнут. При столкновении он сильно ударился головой. Рана оказалась глубокой. Мужчина весь в крови. Вовремя подоспела скорая. Медики обработали травму, но госпитализировать пострадавшего не стали. Мужчина настоял на своем присутствии при оформлении ДТП. Второй водитель тоже на месте. Хозяин внедорожника не пострадал, чего не скажешь о джипе. Он подсчитывает затраты на ремонт иномарки. Восстановление автомобиля потребует не только много времени, но и крупных финансовых вложений.